МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Культу Дональда Трампа для того, чтобы окончательно превратиться в тоталитарную секту, не хватало раньше только набора несбывшихся пророчеств. Теперь этот набор есть, и Трамп может спокойно заканчивать политическую карьеру и полностью посвящать себя окормлению своей огромной пастве. Представление о Дональде Трампе, как о не очень умном, жадном скоморохе, волею судеб, оказавшемся в Белом доме, хотя и очень обидная для американской политики и для демократии в целом, похоже, в общем-то, верная. Заигрывание Трампа с Ким Чен Ынн и Путиным, странное нежелание бороться с коронавирусом даже тогда, когда его опасность стала очевидна, постоянные перетасовки в администрации выдавали в нем человека, абсолютно не понимающего принципы современного госуправления и взаимодействия с окружающим миром. А его заносчивость, предрасположенность к плакатным жестам и показной патриотизм скорее подошли бы лидеру какой-нибудь секты, а не главе самого мощного в мире государства. Собственно, это, вероятно, почувствовал и сам Трамп, который задолго до поражения на выборах занялся выстраиванием культа своей личности. Каждое его публичное выступление, каждое интервью журналистам строилось примерно по одному канону. Он ругал своих предшественников, хвалил себя и обещал в будущем построить еще более прекрасную Америку, чем существующая ныне. Вроде бы простой и дешевый трюк, но он сработал. Огромное количество американцев всерьез поверило в то, что без Трампа Америка обречена, что только он может спасти ее от ИГИЛ, мигрантов, коммунистов и бог знает кого еще. Поражение их любимца на выборах и приход к власти в стране с протестантским большинством президента-католика Джо Байдена лишь усилило веру этих людей в избранность Дональда Трампа. Возникшая вокруг него мифология обещала сторонникам Трампа его триумфальное возвращение сначала 20 января в день инаугурации Джо Байдена, а затем в один из мартовских дней. На сайтах трампистов обещалось, что в эти дни произойдет что-то невероятное. Какой-то библейских масштабов катаклизм, после которого все человечество уверует в то, что лишь Трамп способен спасти планету. Когда закончился март, а катаклизм так и не настал, появилась новая дата возвращения Трампа – 7 июля. На официальном сайте экс-президента до сих пор можно купить футболки, обещающие приход свободы именно в этот день. Но вот и июль прошел, а Трамп все так же экс. После очередной пропущенной даты было объявлено, что его возвращение в Белый дом состоится 13 августа. Те, кто распространял эту информацию, уверяли, что это сам Трамп назвал им день своего второго прихода на высший пост. Не исключено, что это правда, и Трамп действительно раздает кому-то такие обещания. Только никогда не делает это публично, для того, чтобы потом не тратить время на объяснение того, почему его обещания не сбылись. Вот и 13 августа минуло, а в Белом доме без изменений. Теперь пророки Трампа обещают отставку Байдена в сентябре. Любопытно, что как минимум трижды перенесенная дата возвращения Трампа не сильно подрывает веру в экс-президента среди тех, кто считает его едва ли не спасителем. Они все так же уверены, что их любимец вернется, и все снова будет хорошо. Любимец, к слову, неплохо на этой вере наживается. На одних только кепочках и маечках, которые на его сайтах продаются как минимум повторяя. Завышенным ценам он может зарабатывать больше, чем любой другой экс-президент. Редактор субтитров А.Семкин